Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение! Откажите помощь ученику! Это урок ОБЖ виртуальной реальности. Несколько типов экстремальной ситуации, изучение правил дорожного движения, автономное существование в лесу. Берем сценарий выживания в лесу. Ребенок надевает очки, он оказывается в лесу, ему нужно развести костер или отработать действие. Он упал в реку, что нужно сделать, как правильно выползти, как высушить одежду, как выбраться к людям, как сориентироваться в пространстве. И если, не дай бог, ребенок попадает в эту ситуацию, он скажет, я это уже знаю, я это уже все проходил, уроки ОБЖ. Занятие в виде игры. Так предлагается возобновить интерес к предмету. Виртуальная реальность – лишь часть изучения основ безопасности жизнедеятельности. Методология, она включается полностью в программу, такой сценарный план урока, дидактические материалы, контрольно-измерительные материалы, методические рекомендации по проведению этого урока. Когда дети, приходя на занятия, они делятся на команды, проходят различные испытания в виде каких-то практических игр. Одним из первых за парту садится глава города Юрий Шалабаев. Он говорит, что детям такая форма обязательно понравится. Да и качество образования не пострадает. Перед внедрением проекта «Иммерсивная школа» обсуждался и с МЧС, и с МВД. До конца года постараемся реализовать подобный проект во всех нижегородских школах. Он реализуется во многих субъектах Российской Федерации. Думаю, мы будем одними из первых, кто закроет все общеобразовательные школы Нижнего Новгорода. Тем более нам нужно это сделать, поскольку разработчики наши нижегородские. Пока готовы только программы по ОБЖ. Осенью на очереди химия, физика и биология. Александр Быков, Время новостей.